Ну что ж, дрочки-пирожочки, всем привет! Добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends. Условия выполнены, у нас новый топ, топ на танков. Голосовали в сообществе, выбирали победителя вы. Выполнили вы условия, наставили 500 лайков. Сейчас, я думаю, вы тоже способны сделать что-то подобное, для того, чтобы у нас появился следующий ролик. Но, на самом деле, условия теперь немножечко иные. Ссылочка в описании есть, у нас там проходит голосование уже на лучшего убийцу. Как только будет 1000 голосов, допустим, ну или сколько вы там успеете, я буду делать новый видос по новому топу. Также в группе идет сейчас супер большой розыгрыш на 10 тысяч алмазов, плюс майка-финалиста отборочного тура на чемпионат мира, плюс статуэтка Мии, тоже отборов на чемпионат мира по Mobile Legends. В общем, ребят, смотрите, вон ту, вон красную кнопочку, да, нужно... Нет, вон ту, вон там она, вон там, вон ту красную кнопочку нужно превратить вот в такую вот серенькую. Я думаю, вам это не сложно, мне супер приятно. В общем, подписывайтесь на канал и поехали дальше. У нас, кстати, новая фишечка в конце, у нас мнение экспертов. Место номер 5. На пятую позицию нашего топа с 14% голосов вы поместили не абы кого, а самого Урануса. Только вот не надо сейчас на меня орать. Вы сами голосовали, хотя досмотрите до конца и давайте рассмотрим мнение наших экспертов. Уранус. Герой, обладающий самым большим собственным отхилом, что позволяет ему выживать в тех ситуациях, в которых других танков можно уже списывать со щитов. А вот Уранус не только выживет, но еще и через несколько секунд восстановит свои хп до максимума. При этом, этот герой с самого начала катки обладает диким потенциалом в плане урона. Одним своим первым с пылом он способен носить уйму дамага. 9 из 10 мировых топов в игре на Уранусе, как говорится, стабильность признак мастерства, использует первый талант эмблем танка, позволяющий получить дополнительную физическую и магическую броню, когда здоровье опускается ниже 40%. 7 из тех же 10 используют боевой навык казнь. У троих был замечен щиток. Сборка на ваших экранах. Прошу обратить внимание на третий предмет. Это оракул. Оракул улучшает все эффекты восстановления здоровья, и для Урануса он незаменим. Мы просто и без того жирный плюс превращаем в нашу имбовую фичу. Ну что ж, это Уранус и пятое место нашего топа. Место номер 4. На четвертую позицию нашего топа вы поместили танка, который после последнего реворка, который произошел уже более года назад, никак не может выбраться из меты. Были бы проблемы. Пускай он и подсдал в последнее время, но справедливости ради отметим, что на таком танке, как Минотавр, главное правильно поражать ультимейт. И дать своей команде в это время уничтожить всю команду противника. Главный контроль Минотавра — Дигги. Он своим ультимейтом способен уничтожить главную фичу не только Минотавра, но и многих других танков. В то же время, если Дигги нет, вся игра команды, потеющая против Минотавра, вертится вокруг ульты Минотавра. Ультимейт позволяет взять под контроль всех окружающих врагов. Мина делает три мощных удара по земле и с каждым ударом подкидывает противника в воздух. Очевидно, способность бить многие касты. По эмблемам и боевому навыку все очень просто. Естественно, топы в своем большинстве берут вспышку, чтобы комбить ее с ультимейтом. 8 из 10 лучших на мина в данный момент берут первый талант эмблем танка, позволяющий получить дополнительную физическую и магическую броню, когда здоровье опускается ниже 40%. Сборочка Минотавра на вашем экране. Ну что ж, 16% ваших голосов и самый дешевый танк нашего топа — Минотавр. Место номер 3. Ну и первый призер. И третье место нашего топа — Лолита. Хочу сказать, что Лолита всегда была хороша. Но чтобы она была так высоко в топе танков, это, наверное, впервые. Если, конечно, не брать в расчет игру два года назад, когда выбор был между Бальмондом и Тигрилом. Ну что ж, твой звездный час Лолита. Лолита обладает отличным набором способностей. Пассивка позволяет раскинуть щиток между тиммейтами. Первая способность — рывок со станом и хорошим уроном. Вторая способность может блокировать многие способности. Например, прокаст Грэнджера, который сейчас так хорош. Ну и изюминка Лолита ультимейт. Лолита заряжает свой молот и в достаточно большой веерообразной области наносит урон и оглушает противников. Но тут следует отметить, что молот нужно зарядить до максимума, чтобы именно оглушить. Интересный факт, что противники не видят каста, если Лолита ультует из кустов. Это возможно понять только по замедлению. Также ульта шикарно комбится со вспышкой. Кстати, про вспышку. 10 из 10 лучших на Лолите используют ее. Мнение у гения всходится. 6 из 10 используют первый талант эмблем танка, позволяющий получить дополнительную физическую и магическую броню, когда здоровье опускается ниже 40%. Сборка на Лолу на ваших экранах. 31% ваших голосов и третье место нашего топа Лолита. На самом деле, этого героя, по вашему мнению, можно было также поместить на первую позицию, так как разница вышла всего в один голос. Хуфра и второе место нашего топа. Самый новый герой из представленных в топе. Про каждую из способностей этого героя можно говорить очень долго, но хотелось бы отметить самое важное. Первая способность позволяет сделать рывок на большую дистанцию и при попадании в цель поднять врага в воздух. Вторая способность. Казалось бы, ну прыгает он в шаре, ну наносит урон. Но тут дело не совсем в этом. Пока Хуфра прыгает в мече, он сбивает практически все способности эскейпа у противников. И это самое важное. Ну и ультимейт. Хуфра хватает всех врагов вокруг себя и отталкивает их в предпочтительную для себя сторону. Ну лучше всего в стену. Тогда будет дополнительный урон плюс оглушение. По эмблемам, естественно, все используют танковые эмблемы. 6 из 10 берут талант на доп. защиту в лоу хп. Но при этом остальные 2 вида эмблем также задействованы поровну. 2 из 10 используют второй талант и еще двое, третий. Я бы от тебя хотел отметить второй талант. Массовый контроль врага восстановит 5% хп. Учитывая, что каждая из способностей Хуфры обладает контролем, это может работать с большой пользой. По боевому навыку все очень сложно. Тут на свое усмотрение. Потому что у 10 топов были замечены и вспышка, и кара, и прибытие, и очищение, и даже спринт. Такого сырбора мы еще с вами не видели. Сборка на ваших экранах. 49% голосов и второе место нашего топа Хуфра. Первое место! Ну, наконец-таки мы и добрались до первого места нашего топа. И здесь совсем ничего удивительно. Первое место, как было бы и полгода назад, Грок. Грок это тот еще жердяй-герой, который может получить по 200 физ и маг защиты на 15 левеле только из-за того, что он стоит возле стеночки. Но на первом левеле, естественно, поменьше. Также он увеличивает свою скорость передвижения возле стен и регенерацию здоровья. Но это, естественно, не самая крутая его фишка. Я, конечно, не претендую на звание Супер Мега Эксперта. Но что-то в этой игре я точно понимаю. И я знаю точно, если Грока лишить его первой способности, он, возможно, не попадет и в топ-10 танков нашей любимой Mobile Legends. А все дело в том, что при использовании первой способности Грок заряжает свою дубину и мощным ударом наносит урон всем врагам вокруг себя. Причем урон действительно мощный. И вы справедливо можете заметить, и что это все нет. Главная фишка этого навыка, если мы заряжаем его возле стен, мы не подвластны контролю. Это просто как очищение, которое перезаряжается каждые 5 секунд. А вот в этом и вся имбовость Грока. Вторая способность Грок кидает стену, может застопить или сбить касты. Ну и ульт огромный урон, плюс подбрасывание врагов в воздух. Ну и по эмблемам. Это единственный сегодняшний танк, на котором все 10 топов из-за эмблемы поддержки. Но талант выбирают разные. 6 из 10 берут первый талант, позволяющий вашим тиммейтам вносить дополнительный урон в размере 6% по противникам, которых вы уже ударили. Еще четверо используют третий талант, позволяющий сократить время воскрешения и восстановления боевого навыка на 15%. С боевым навыком все тоже очень интересно. 10 лучших используют 4 разных вида навыка. Но самый популярный все же казнь. Сборка на ваших экранах. Ну а дальше мнение экспертов. Ну что ж, вот мы и добрались до этого интересного момента. Мною было опрошено 3 очень классных игрока на танках. Первым из них стал Баблгамбой, бывший оккупант. И я задал всем ребятам один простейший вопрос. Пожалуйста, назови топ танков в МЛ в данный момент. Грок, Белерик, Хилас, Хилас, Лолита и Мина. И знаете, я прям удивился немного и такой спрошу, серьезно что ли, Хилас? Ну и он сказал, да, серьезно, он жирный, все, танкует, все, он на старте. А сейчас игра за 2 минуты выигрывается. В общем, вот слова оккупанта. Плюс до этого он составил топ немножко иначе. Он добавил туда Хуфру, но не добавил Лолиту. Потому что я уточнил, Лолиты у тебя нет в топ 5 танков? И он мне говорит, во, забыл, Лолита вместо Хуфры. Хуфра, кусок, ну и там сами добавьте, что. В общем, Хуфра почему-то оккупанту не нравится. Следующим моим опрошенным стал Варбарби. Ну, вы, наверное, все тоже прекрасно знаете Варбарби как одного из лучших танков СНГ сегмента. А если и СНГ сегмента, то, возможно, и мира. Мы сильны. Так вот, на мой взгляд, он так писал, ну, в принципе, и оккупант сказал имхо. Топ 5 его выглядит так. Грок, Белерик, Лолита, Хуфра и Минотавр. Но он добавил. Пятое место тут спорно. Я у него уточнил еще по поводу Хилоса. Там не точно, но первые 4 это точно. Тут позиция номер 5 гуляющая. На пятом месте может быть Минос, Уранус, Хилос, Акай. То есть вот это вот слова Сашки Варбарби. Ну и последним опрошенным мною стал Фристайл. И он также ответил на все тот же один вопрос. Назови, пожалуйста, 5 танков в игре. Ну и вот что у нас получилось. Грок, Лолита, Белерик, Хуфра и Уранус. В принципе, ваш топ выглядит очень похоже на топ топовых игроков. Но дело в том, что у нас не присутствует Белерика совсем. Ну и знаете, я решил проделать дополнительную, не самую серьезную работу. По каждому герою, которому ребята давали первое место, я дал ему 5 баллов. Каждому, кто получал второе место, получал 4, ну и так далее. 3, 2, 1 и 6 место они не говорили. В общем, и вот что у нас получилось. Я назову сейчас топ 3 танка по мнению топов. Лолита с 9 баллами. Белерик с 11 на втором. И Грок на первом с 15 баллами. Вот такой вот у нас получился топ сообщества плюс топ экспертов. Нравится вам такая фича или нет? Пишите обязательно в комментариях. Также в комментариях напишите свой топ 5 танков. Будет очень интересно и приятно почитать. В общем, ребят, на этом все. Ссылочка в описании и на розыгрыш. Крутейший, просто наикрутейший. И на следующее голосование по поводу лучших убийц. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok